Всем добрый день! Здравствуйте! Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами особняк на Пречистеньке. Много особняков в Москве, у каждого своя история. Есть эта история, своя история и у этого особняка. Он отличается от других, наверное, только тем, что здесь он связан с известным именем Айседоры Дункан. Он выделяется как своей историей, так и своими всякими интересными фактами. Находится этот изящный особняк по адресу Пречистенька, дом 20. Я вот этот особняк ходила по работе постоянно и не знала, что это именно особняк Дункан. Как ни странно, я считала другое здание особняком, где жила Айседора Дункан, танцовщица. И вот только вот вчера буквально узнала о том, что все-таки вот это здание, я была внутри, очень красивое здание, действительно, и снаружи, и внутри. В этом доме в первые годы советской власти работала школа танцев легендарной Дункан. Здесь же она жила со своим знаменитым мужем, величайшим знаменитым русским поэтом Сергеем Есениным. Однако в истории особняка были и другие выдающиеся жители. Современное здание, украшенное богатой лепниной в стиле московского ампира, было возведено по проекту архитектора Михаила Казакова в XIII веке. До этого момента на данном участке стоял деревянный дом врача Христиана Лодера, слывшего в городе большим оригиналом. Главной заслугой медика является открытие в Москве первой дратской больницы. Но в годы своей жизни в городе доктор был знаменит совсем не этим. Он был первым, кто начал пропагандировать в России лечение болезней физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе, употреблением минеральной воды и принятием минеральных ванн. Для этой цели недалеко от своего дома на Остоженке в 1828 году Христиан Лодер открыл московское заведение искусственных минеральных вод. Это была клиника, где богатые москвичи, заплатив за курс лечения порядка 300 рублей, по тем временам это были огромные деньги, принимали ванны из минеральных вод, пили тислую целебную воду, а затем не менее трех часов гуляли в саду заведения. Разумеется, в глазах простых жителей города это выглядело полным бездельем и мракобесием. Поэтому про пациента Христиана Лодеря говорили «Лодеря гоняют». Со временем данное выражение стало нарицательным. Еще один интересный факт, связанный с этим зданием. После знаменитого пожара Москвы 1812 года и возведения в 1816 году каменного особняка, здание поменяло многих владельцев, среди которых были князья, графы, крупные помещики, но больше всех прославилась графиня Орлова. Женщина страдала психическими расстройствами, и дни напролет, облаченная в бальное платье, головной убор, украшенный перьями, сидела у ворот своего дома в саду. Через решетку забора она постоянно отвлекала прохожих, пытаясь завести с ними разговор. В ответ жители-причистеньки, обладавшие чувством юмора, прозвали свою соседку дура-матрешка. Дошло до того, что однажды женщина отлипнула императора Александра I вместе с адъютантом, проезжавшего по улице мимо. Царь посмеялся над необычной женщиной и распорядился выдать ей 100 рублей на румяна. После чудачки графини дом приобрел легендарный русский военачальник, герой Отечественной войны 1812 года, усмиритель Кавказа генерал Ермола. Поскольку Алексей Петрович в последние годы жизни отвечал в городе за московское городское ополчение, то на протяжении 10 лет особняк являлся чем-то вроде штаба, как бы сегодня сказали, гражданской обороны. После смерти генерала в здании жил крупный коммерсант Коншин, родственник знаменитого мецената Павла Третьякова. Последним именитым дореволюционным владельцем особняка был миллионер, разобогатевший на торговле чаем, ушаков, обладавший также собственными обширными чайными плантациями на Цейлоне. После революции купец бежал из страны. После революции в год гражданской войны дом стоял пустым, но не был разграблен. Сохранился даже зал с зеркальными стенами, где жена одного из прежних владельцев брала уроки танцев. В 1921 году советское правительство распорядилось передать особняк легендарной танцовщице Айсидоре Дункан, которая в своих танцах активно поддерживала революцию в России. В особняке на Причистенке танцовщица открыла детскую танцевальную студию. В 1922 году она, скрыв свой истинный возраст, вышла замуж за одного из величайших русских поэтов Сергея Есенина. Жили супруги в особняке, где располагалась школа танцев. Это были, наверное, два самых спокойных года жизни Сергея Есенина. Благодаря Айсидоре Дункан поэт на некоторое время прекратил свой разгульный образ жизни и также смог выехать в Европу и Америку. Однако большая разница в темпераменте, мировоззрении и в возрасте быстро привела к разводу звездной пары. После отъезда Айсидора Дункан из Советской России в особняке на Причистенке проживали сотрудники различных организаций Мельстроя, Большого театра, Консерватории и Рособуха. Сегодня в особняке расположены главные производства Метомерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса для Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну и пару слов я сейчас скажу про Айсидору Дункан, ведь именно с ее именем ассоциируется этот дом. Айсидора Дункан – это американская танцовщица, новатор, считается основоположницей свободного танца. Будучи профессиональной балериной, она создала кардинально новое направление в танце, отказавшись от классических танцевальных костюмов. Она танцевала босой, одетая в греческий хитон, чем изрядно шокировала публику. Путешествие по миру и выступая, она постепенно приобрела известность и продолжала вдохновенно и с творческим энтузиазмом искать тот танец, который мог бы стать божественным отражением человеческого духа посредством движения тела. Постоянные творческие изыскания и эксперименты особо дар выражают через движение в свое эмоциональное состояние, духовную свободу, потрясающее интуитивное чувствование музыки. Красота, естественность и пластичность исполнения помогли Айсидори Дункан найти свой танец и сделать его предметом восторгов, огромных залов. Она дала в России несколько концертов в 1904-1905 годах, в 1913 году была в России с концертами. И вот в 1921 году она получает официальное предложение от наркома просвещения Луначарского открыть собственную танцевальную школу. Поверив многочисленным обещаниям советских властей, Айсидора приехала в страну черного хлеба и водки. Здесь ее ждало некоторое разочарование, многое из обещанного так и не было исполнено, не довелось великой танцовщице показать свое искусство в храме Христа Спасителя. Выступать пришлось всего лишь в Большом театре, это по ее словам. Не суждено ей было увидеть или Вадийского дворца Николая II, где тоже ей обещают, что она будет выступать. Айсидоре выделили для создания школы и личного проживания дворец поменьше, роскошный особняк на Причистинке. Кстати, предыдущий хозяин усадьбы Ушарков, как я уже сказала, он поселился на Причистинке со своей второй величайшую любимой женой балериной Большого театра Александрой Балашовой, получившей впоследствии мировую известность. И это довольно была странная пара, сдержанный тихий купец и такая блистательная, окруженная поклонниками, балерина. Однако их семейный союз оказался наредка счастливым. И Ушарков распорядился создать для своей жены специальный зеркальный зал. Кроме того, в доме были оформлены залы в римском и мавританском стилях. И после революции Ушаркова с женой мирировали в Европу, где Балашова выступала на лучших сценах. Удивительно, что, перебравшись в Париж, супруги поселились в бывшем доме знаменитой танцовщице Айседоры Дункан, которая, в свою очередь, в это время оказалась в России, и ей предоставили их особняк для жизни. В шутку Дункан и Балашова называли это переменами с жительства, друг к другу переехав к адрилью. Танцем, которым характерным движением является перемена мест партнеров. И тогда же Валерина познакомилась с Сергеем Есениным. На утро после знакомства Дункан и Есенин приехали в Пречистинский дом, и задремавший извозчик провез их несколько раз вокруг, находившийся в Гагаринском переулке церкви Власия, как бы словно обвинчав. Вскоре жизнь в доме была потревожена зарядочными событиями. Ночами по комнатам стали бродить таинственные люди с фонарями. Поймать их было невозможно. При малейшем шорохе они сразу же исчезали. Однажды незваные гости с отмычками проникли в спальню детей, угрожая им ножами. Сергей Есенин услышал детский крит и из полена в руках бросился обыскивать дом. Но он нашел предоспящего мирного швейцара. Потом оказалось, что жрецов постерегала самая настоящая опасность. По ночам в большом особняке разгуливала целая шайка воров. Они прибирались сюда в надежде отыскать сокровища. В ту пору по городу ходили слухи, а ты не те с несметными богатствами у Шаркова, будто бы оставленным им в стенах своего причистинского дома. Айсидоре было уже за 40. Есенин был на 18 лет младше ее. Именно на причистинке он создал свою исповедь хулигана и многие другие произведения. Но союз эксцентричной танцовщицы и молодого поэта не был долгим. И уже в 1924 году их превратившийся в вихрь стандалов, алкогольного буйства, непонимания брак был расторгнут. Впоследствии дом на причистинке используется как жилой дом, как административное здание. Я уже сказала, что в настоящее время здесь располагается Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД. В здании был восстановлен Мавританский зал, устроенный в начале 20 века. Однако видеть этот зал могут только иностранные дипломаты и представители министерства. В том же 1924 году Айсидора Дунгран покидает Россию и отправляется во Францию, чтобы отвлечься от эмоциональных потрясений, связанных с расставанием с Есениным и с ужасающей своей карьерой. Ну и позаботится о своей недвижимости, решить вопросы обшатнувшегося финансового положения. Уже находясь в Европе, она получает известие о самоубийстве Есенина. Айсидору по-человечески жалко. Несмотря на огромную популярность, танцовщицы всю жизнь преследовали трагедии, разочарования, проговаривали, что все это из-за родового проклятия. Айсидоре пришлось пережить много в любви. Роман с польским художником Иваном Миротским закончился предательством. Связь с актером Оскаром Бережи была разрушена из-за карьеры. У Айсидора Дунгран были дети, но с их отцами, режиссером Гордоном Крэгом и предпринимателем Патрисом Зингером дело до брака тоже не дошло. Единственным, кто стал официальным мужем, гениальной танцовщицы, русский поэт Сергей Есенин. Однако жизнь забирала у Айсидора не только мужчин. Намного более страшной оказалась потеря детей. Если мужчины просто уходили из ее жизни, то сын и дочь погибли в ужасной аварии. В 1913 году в Париже автомобиль Рено в разрядочных обстоятельствах, к которым ехали дети, упал в сену. Похоронив детей, Дунгран с трудом вернулась к нормальной жизни и вынуждена была кнутся в работу. Она даже притернила попытку еще одного ребенка родить, но тот прожил несколько дней и скончался. Жизнь самой Айсидора Дунгранса тоже закончилась трагически и нелепо. 14 сентября 1927 года в Ницце после того, что созданного в студии нового танца воодушевленное приподнятое настроение насадится в спортивный автомобиль «Бугатти-35 вас клипну. Прощайте, друзья, я иду к славе». И через минуту оказывается задушенный собственным шарфом, зацепившимся за ось автомобиля. Ее смерть была мгновенной. Натяжением ткани женщина переломила позвоночник и порвала сонную артерию. Машину-убийцу продали по фантастической цене по тем временам за сумму 200 тысяч франков. Вот такая история этого особняка и женщины, которая жила здесь со знаменитым русским поэтом Сергеем Есениным. А я с вами на это буду прощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно. И я благодарю вас всех за то, что вы со мной на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, кто еще не подписан. Я всегда рада общению. Всем желаю здоровья, благополучия, удачи. Всем пока-пока. До встречи на моем канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok